Ли Ода В пепел Книга вторая Академия Глава первая Эрдари, декан был по-настоящему зул. Если бы я не служил когда-то под началом твоего отца и не знал лично твоего опекуна, я бы вылетел отсюда, даже не влетев, в смысле даже не успев перешагнуть порог этого богоугодного заведения. Пепла смутить было трудно, к тому же отношения с начальством у него сложились несколько своеобразные. Ему часто сходило с рук такое, что не сошло бы никому другому, и именно в силу озвученных выше причин. Если, конечно, сильно не зарываться. Я в курсе, да. И тут же продолжил, пользуясь тем, что господин декан слегка потерял дар речи. Но того, что вы пытаетесь мне сейчас навесить, я не делал. Точно. Что? Не слишком понятно было, к чему конкретно относится эта реплика. Но пепел поспешил откреститься от всего разом. Две недели ничего. Вообще, в смысле, ничего не нарушал и даже не пытался. Не до того было. Клянусь. Последнее звучало более чем убедительно. Клятвами лорд Равислаут и одновременно рез Ретенауи не разбрасывался никогда. Если поклялся, значит, точно не делал. И даже не замышлял. Декан слегка успокоился. «И чем же вы были так заняты, кадет?» Уже с любопытством поинтересовался он. «И в самом деле интересно, кому и как удалось справиться с этим охламоном, бедой и одновременно, как ни странно, гордостью Шантели, лучшей военной академии империи. Меняюсь информацией». Пепел почувствовал себя бодрее и непринужденно сменил стойку смирно, навольно. «Вы в ответ рассказывайте, кто и как хотел меня подставить». «А не...» — начал было декан, но закончить ему не дали. «Обнаглел, господин Валент, признаю». Театрально вздохнул Дарри и тут же хитро сверкнул темно-серыми глазищами. «Так как, меняемся?» «К ректору. Немедленно». Терпение у преподавателя всё-таки лопнуло, и Пепел не мог не признать, что он в самом деле заигрался. Иногда его всё-таки заносило, по старой памяти, так сказать. И это был как раз тот случай. Кадет Эрдари Равислаут, Рес Ретенауи, снова перетёк в стойку смирно, чётко щёлкнул каблуками, развернулся через левое плечо и отправился, куда послали, к ректору. Но при этом не сильно-то и расстроился. Информации там он рассчитывал получить даже больше, чем от декана, тем более, что и виноватым себя в кои-то веки не чувствовал. Господин Валент с видом конвойного шагал следом, молча. Но Пепел вполне был готов немного и обождать, что-то подсказывало, информация того стоит. И тоже молча чеканил шаг каблуками сапог, пуская по переходам и лестницам многократно отражённое эхо. Коридоры Академии Шантели поражали высотой потолков, что было неудивительно для столь элитного учебного заведения и скудостью обстановки. А вот последнее как раз удивляло, но не слишком долго. Уже на второй неделе пустые белёные стены, потёртые плиты пола и гулкая пустота начинали казаться совершенно естественными. Аудитории, кстати, тоже выглядели весьма аскетично. На третьем этаже административного крыла, куда они успели подняться и где находился ректорский кабинет, ни обстановка, ни атмосфера, ничем особо не отличались. Единственное, к запаху сухой штукатурки с каждым шагом всё отчётливее примешивался аромат свежесваренного кофе. Глава Академии любил этот напиток самозабвенно. И едва перед пеплом открылась дверь приёмной, запах стал по-настоящему густым, почти осязаемым. У парня подвело живот. Как назло, позавтракать он не успел. Но когда и кого здесь интересовали подобные мелочи? «Доброе утро, господин Салан!» Обратился декан к ординарцу, исполнявшему роль секретаря. «Передайте лорду Фарнису, кадет Равислаут ждёт его в приёмной». Тот коротко кивнул вместо приветствия, острым взглядом одарил упомянутого кадета и продолжил спокойно перемалывать кофейные зёрна. «Подумаешь, невидаль какая!» Пепел в приёмной ректора в ожидании головомойки. Не в первый раз, и, увы, не в последний. Доварить напиток для лорда Фарниса было гораздо важнее. Поэтому с докладом в кабинет начальства ординарец отправился лишь 10 минут спустя. Декан возмущаться и не подумал, помариновать провинившегося – святое дело. Увы, но не в случае с пеплом, того подобные штучки лишь развлекали. В силу своей будущей специальности он прекрасно знал, как и для чего оно делается, и сам, пожалуй, сделал бы и не хуже. Лучший студент дипломатического факультета, демоны его задери, кафедра контрразведки. Пепла подали в кабинет начальства вместе с кофе. И пару минут ректор молча наслаждался напитком, поверх тончайшей фарфоровой чашки, наблюдая за вытянувшимся перед ним кадетом. Эрдари, в свою очередь, тоже за ним наблюдал и, не поворачивая головы, разглядывал обстановку – навык, приобретенный еще в годы непростого детства и отточенный до совершенства в академии. Занятие по внедрению, которое вел у них лично декан, пепел уважал и не пропускал ни при каких условиях, ибо прекрасно понимал. В будущем оно ему весьма пригодится, возможно, до такой степени, что он будет обязан им жизнью. Так что кабинет он изучал, не двигая даже глазами, не говоря уж про башку. Впрочем, скудная обстановка и так была знакома до оскомины. Солидный дорогой стол темного дерева, кресла, пара стульев и портрет его императорского величества в виде единственного украшения. Для огромного, с высокими потолками помещения, маловато, поэтому взгляд все время так и норовился скользнуть на хозяина этого интерьера. Внушительная, но по-военному подтянута фигура ректора была здесь самым интересным. «Что ж, кадет Рвислаут...» Фигура торвалась, наконец, от смакования напитка. «Вот мы и дождались того знаменательного момента, когда вас заинтересовало женское крыло общежития. Решили пойти по стопам вашего кузена?» «Никак нет», — четко отчитался пепел. «Боюсь, не способен». Ректор поперхнулся, но, поразмыслив, решил, что формально придраться тут не к чему. И придираться не стал. «Не способны что? Составить ему конкуренцию?» «Так точно, господин ректор». «Да уж», — согласился тот, опуская чашку на столешницу и подавая знак ординарцу, что ее можно убирать. «Счастью, настолько способных у нас здесь немного. Подозреваю, больше вообще нет». «Так точно», — усердно выпучил глаза пепел, но, опять же, формальных поводов для недовольства не дал. «Уж что-что, а издеваться, Варанов сынок при желании, умел очень тонко. Этого у него не отнимешь. Не иначе, как отцовская кровь давала себе знать». Но благодушное настроение лорд Фарнис все же слегка подрастерял. «Мне доложили», — очеканил тот, не сводя глаз с лица кадета, без особой, впрочем, надежды что-либо там прочитать. «Будто к бардаку, который случился у наших дам сегодня ночью, вы имеете непосредственное отношение». «Могу я спросить?» — поинтересовался он и в самом деле, ничем не дрогнув. «Об источниках этой вашей уве... простите, информации». «Очень надежные источники, кадет». Ректор неспешно шагнул к окну и чуть отодвинул штору, разглядывая двор. «Поверьте». Кадет поверил и сразу сделал правильный вывод. Кто-то из преподавателей, или, на крайний случай, из служащих академий. Студентов столь надежными фарнис точно бы не посчитал. И это было хреново, настолько, что Пепел едва удержался, чтобы не выругаться вслух. Но про себя всех демонов перебрал и во всяких несочетаемых сочетаниях просочетал. Кадет Равислаут готов поклясться, что не имеет к этому никакого отношения. Весьма неожиданно вступился за него декан. «Клянитесь», — развернулся ректор. И Пепел понял, что попал. Здорово попал, потому что как раз в этом поклясться не мог. Ибо отношения имел, и даже самое, что ни на есть прямое. Лаз в женское крыло устроили именно они. Не для него, правда, а для Роши, но клятву всё равно не дашь. Причастен, как ни крути. Впрочем, когда подобные вещи его останавливали? «Господин ректор», — чётко и громко произнёс Эрдари, «последние две недели я был крайне занят, поэтому к тем вещам, в которых меня обвиняют, отношения не имею, клянусь». Фарнис развернулся, подошёл практически вплотную, качнулся с носка на пятку и тут же дал понять, что тоже не лыком шит. Но поклясться в том, что не имеете никакого отношения к Лазу, вы, кадет Рвислаут, не можете? Всё, ловушка захлопнулась. Дарри Башку готов был прозакладывать, что услышал, как она лязгнула зубьями. С аппетитом. После минуты взаимного молчания ректор почти с сожалением отчеканил. Сутки карцера. Пеплу опять захотелось выругаться. Очень захотелось. До такой степени, что пришлось сжать зубы. Но, разумеется, сдержался. Уже тому-то за три года здесь он научился. «Разрешите исполнять?» «Немедленно». Хозяин кабинета уже потерял интерес к происходящему. А вот пепел как раз нет. Ему, наоборот, до зубовного скрежета хотелось знать, кто его подставил. Карцер в его положении был почти катастрофой. Но именно что почти, ведь сегодня ночью он успел доделать… В общем, всё он успел. К счастью, никто, кроме него, об этом ещё не знал, и, запирая Эрдари на сутки, кто-то явно рассчитывал, что планы у того сольются в сортир. Причём буквально. Но сейчас отсутствие у противника нужной информации давало преимущество как раз пеплу, прямо как по учебнику тактики. И преимуществом этим следовало воспользоваться с умом и по максимуму. Что ж, времени сообразить, как это сделать, у него теперь было вагон с тележкой. Можно бы и поменьше даже. В подвал с карцером он спустился сам. Избежать наказания всё равно без шансов, а изображать шута и заставлять себя ловить Дарри не собирался. Он вообще не любил делать бессмысленные вещи. Это его раздражало. Спустившись, сам же отдал дежурному кадету все вещи из карманов, снял сапоги и форму, оставшись в нижних портках и рубахе, и позволил небрежно себя обхлопать, обыскивая. Привычна процедура, сопротивляться тоже бессмысленно, таковы правила. И тот пятикурсник с инженерного, которому не повезло сегодня дежурить, виноват в этом не больше самого пепла. Радуясь тому, что сроду ничего не забывал, просто не умел это делать, Эрдари выудил из памяти имя парня. Садри. Начал было он, но закончить ему не дали. Пожрать нету, кадет, сам сижу здесь с ночи. Ага. Тут же сделал два вывода пепел. Во-первых, что урчит у него в животе совсем уж неприлично, а во-вторых, значит, сейчас сменишься? Надеюсь. Кому-то передать, где ты застрял? Пятикурсник оказался сообразительным. Может, записку отнесёшь? Нет, подставляться не буду. Парень был категоричен. Ну, нет так нет. Пепел не слишком-то и надеялся. Тогда два слова. Будешь должен, Равислаут. Буду, не стал он спорить. Короче, найдёшь Роши Нокса с третьего курса тактического и скажешь, чтобы не приближался к каминам. Дымят. Э-э-э, озадачился дежурный. И всё? И всё. Справишься? Так, зелень. Обозлились в ответ. Станешь хамить, сам пойдёшь искать своего Нокса. Но завтра, когда ремень обратно вернут, чтобы портки по дороге не потерял. Всё, молчу. Покладисто согласился Эрдари. Кстати, у генералов сейчас стрельбы, тарелочки бьют. Сволочь ты, пепел. Обречённо выдохнул дежурный, только сейчас сообразив, на что подписался. Идти придётся через всю территорию Академии, аж на полигон, где у тактического факультета, или генералов, как их прозвали, проходили тренировки по стрельбе. И это после целой ночи дежурства. Ты уже взялся, Садри? На всякий случай, напомнил Дарри. Взялся. Да. Мрачно кивнул тот в ответ. Делаешь из меня дурака. Зачем делать? И так уже... Молчу. И беспрекословно позволил впихнуть себя в воняющий мышами и мочой за куток. А когда дверь за спиной захлопнулась, по-хозяйски осмотрелся и убедился, что с прошлого раза здесь не изменилось вообще ничего. Каменный мешок два на два, деревянные нары с парой одеял, а в дальнем от двери углу дыра в полу, заменяющая сортир. Это если не считать ватной тишины, промозглой сырости и темноты. Роль окна здесь исполняла зарешечённая щель в двери, причём исполняла плохо, едва-едва пропуская тусклый свет из дежурки. Шантели была суровым местом, где пять лет всеми способами закаляли характеры будущей военной элиты империи, и карцер в академии её имиджу соответствовал идеально. Пепел повёл плечами, ощущая себя крайне неуютно, и речь не о холоде и не о пропущенном завтраке. Голодать сутками, как когда-то в детстве, Дарья ещё не разучился, и в одеяло завернулся сразу, как вошёл. Но ему очень не нравилось чувствовать себя лисой, на которую открыли охоту, а сейчас чувство было именно таким. И подобное он уже испытывал три года назад. Да, очень похоже. Лёжа на жёстких досках, Пепел размышлял, понимая теперь, заняться этим следовало давно. Что-то непонятное стало твориться вокруг последнее время, а он, вечно занятый более срочным и насущным, пропускал это мимо внимание. Непростительная ошибка, за которую сейчас и огребал. Впрочем, узная об этом Рес Ретенауи, огрёб бы и не так. Опекун, будущее начальство и одновременно старый друг нашёл бы в этом прекрасный повод сказать ему что-нибудь сильно воспитательное и, возможно, даже не слишком цензурное, хотя у Реса и без мата прекрасно получалось дать понять, кто ты на самом деле. Поэтому, наверное, следовало считать сегодняшний арест подарком судьбы и поводом хорошенько подумать. Вот если бы ещё жрать не так хотелось. Ладно, а с чего всё началось в прошлый раз? Наверное, заговора полоумного психа от науки. Именно это потянуло за собой всё остальное. Заговора, который стоил головы и репутации его отцу, тогдашнему главе имперской тайной канцелярии. Потому, кстати, стоил, что предсказать поведение психов нереально. Вот Варан и прокололся, несмотря на весь свой опыт. И тут же это стало стоить чести его матери. А ещё чуть-чуть, и ценой могла стать его собственная башка. Но повезло. Ему действительно тогда невероятно повезло, что он встретил Лаису Нокс, которую теперь, иначе как сестричка, не зовёт, и её нынешнего мужа, Реса Старой Крови и своего опекуна. Три года назад они вместе и разрыли это гнильё, после чего к демонам и дотла. Или всё-таки не выжгли. Или выжгли, но не до конца. Или те события к нынешним вообще отношения не имеют. Эх, Лаис бы сейчас сюда. С её нюхом восемнадцать единиц она здорово могла помочь. Сам Эрдари со своей интуицией едва-едва на десятку ощущал всё слишком смутно. Эй, пепел! Громкий шёпот в дверную щель заставил его подскочить от неожиданности. Роши, какого хрена? Я из-за тебя чуть копчик не отбил. Это в смысле мне уйти вместе с твоим обедом? Стоять! Почему-то я так и думал. Усмехнулся тот, пропихивая завернутый в бумагу узкий свёрток сквозь решётку. Держи уж и благодари всю оставшуюся жизнь. Не-е-е! Пепел демонстративно прикинул пакет на руке, обнюхал и покачал головой. На всю жизнь даже не рассчитывай, дай боги, чтоб до вечера хватило. И вдруг посерьёзнел. Ты как тут оказался? Договорился с одним из наших махнуться сегодняшним дежурством по карцеру. Решил, что хочу услышать продолжение твоей саги о дымящих каминах. Договорился? Ну да, за это я обещал не бить его сильно на спарринге и не лишать авторитета. Нормальная цена, одобрил Пепел и пристально глянул в едва угадываемое в полутьме лицо брата Лоис. Короче, слушай, во-первых, я всё-таки сделал. Роши выдохнул сквозь зубы, справился с собой и уточнил. Вчера? Да, как раз ночью, когда вы... С кем, впрочем, неважно, когда вы развлекали дамское крыло общежития, за что я тут и сижу. Ага, понял. Озадаченно потеребил тот мочку уха. Мы развлекали, а ты и сидишь. Но мне нравится такой расклад. А мне нет, огрызнулся Пепел. Но главное, мне не нравится, что кристаллы так и остались в лаборатории у химика. Хреново, согласились с ним. Испытал хотя бы. Смеёшься? Или я похож на больного? Пока вроде нет. Внимательно, насколько позволял полумрак, пригляделся к нему Роши. Значит, нет? Нет, я не настолько блаженный, чтобы делать это в одиночестве. Наконец-то ты признал, что моя поддержка тебе необходима. С преувеличенным пафосом выдал тот. Демоны, сейчас мне необходимо, чтобы ты сходил туда и принёс пузырёк, пока не спохватились те, кто устроил мне пребывание в этом уюте. Всё так серьёзно. Даже во мраке было заметно, что собеседник нахмурился. А ты как думаешь? Рассказывай. Утром я только вернуться успел и в ванную заглянуть, как нарисовался господин декан и потребовал признаваться, с кем я ночью делал визиты нашим дамам. Ты? А задаченно уставился на него Роши. Вот и я о том же. Был уверен, что чист Аки ангел небесный и готов был в этом поклясться. Даже ректору. И? И поклялся. Но вот поклясться в том, что не имею отношения к дыре в камине, уже не смог, как ты понимаешь. Ада, вы демоны. Адов ты и те, с кем вы там развлекались, а потом дали себя застукать. Мы не дали и вообще ничего особенного не случилось. Ага, как раз поэтому здесь все сегодня на ушах и стоят, включая Фарниса и его личную кофеварку. Ну... Красавчик явно раздумывал, стоит ли каяться. Ладно, подробностями потом поделишься. Сейчас важнее пузырёк, его нужно забрать, срочно. Пепел я на дежурстве, не забыл. И что, боишься я сбегу? Ты? Вряд ли, хмыкнул тот. Но вдруг сюда ещё кого на постой приведут. Я встречу и со всеми реверансами извинюсь за твоё отсутствие. Да уж, могу себе представить те реверансы. Ладно. Сдался тот в итоге, в чём пепел и не сомневался. Где он там лежит? Глава вторая. Когда родственничек ушёл, Эрдорис лопал до последней кружки всё им принесённое, скомкал бумагу ловким броском, отправив её в угол, прямиком в дыру и опять задумался. Интересно, что и с кем эта родня вчера учинила в женском крыле? Такого, что аж ректора проняло. Нужно будет всё-таки расспросить, когда красавчик вернётся. И как, демоны их побери, вычислили лаз? Если сами они и то два месяца его искали, точно знаю, что тот должен быть. Впервые о существовании этого прохода пепел задумался, когда рассматривал планы общежитского корпуса. Не зря ведь говорили, что у него абсолютная память. Он и в самом деле ничего никогда не забывал. Поэтому сразу засёк нестыковку в том, чем любовался сейчас, с тем, что регулярно видел на стене перед столовой в виде плана эвакуации. И потом они с Роши чуть ли не месяц ползали по этажу, ненавязчиво вымеряя его шагами и пядями, пока они сообразили, наконец, в чём же дело. Между глухими стенами должен проходить узкий коридор. Тогда бы всё сошлось. А ещё месяц спустя нашли способ в него попасть. Через камин, который, насколько пепел знал, не топили ни единого раза за все те три года, что он тут провёл. Вообще, камин в холле Шантели выглядел странно и подходил здешней аскетичной обстановке примерно как кисейный бант самострельной пушки. Не подумай он об этом, хрен бы ему удалось с такой загадкой вообще разобраться. И лишь оказавшись внутри лаза, сообразили, наконец, куда именно и насколько удачно он ведёт, имея два выхода в той части общежития, что отвели дамам, сразу как сделали академию, доступной и для них. Совсем не так давно, кстати. Сначала сдался факультет военной медицины, потом дипломатический, а в этом году под их натиском пали инженеры. Девица, пусть и единственная, появилась и там. Держался пока лишь последний, четвёртый факультет, военно-тактический. Но из-за генералов теперь никто ручаться не стал бы. Про железнячников вон тоже никто не думал. От размышлений его отвлёк Роши, вернувшийся на удивление быстро. «Пепел, ты там за собой убрал ночью?» Начал он прямо с порога. «Утром, я же говорил, что до самого рассвета проволандился». «Неважно, убрал?» «Ну, не успел, скажем так». «А вот я тебе скажу, что успел кто-то другой. Такого разгрома здесь не видели. Со времён войны с ресами, ручаюсь». В лаборатории как будто изменённый сорвался и хорошенько по ней прошёлся. Химическая кафедра дружно натягивает траур и собирает веники по всей Академии. «Так», напрягся Пепел, «а пузырёк?» «На», передал тот склянку через решётку. Там, куда ты его сунул, искать бы и не сообразили, даже точно зная, что он есть. Кто бы что ни говорил, но ты, Дарри, пророк, хоть и мелкий». Пепел хмыкнул, услышав своё старое прозвище. За последнее время он здорово вымахал и раздался в плечах, впрочем, так и оставшись худым, всё-таки старая кровь сказывалась. И теперь бывший мелкий оказался на пол головы выше красавчика, который, в отличие от него, так красавчиком и остался. Выправка, литые мускулы, золотистые кудри. Но главное, лёгкий и весёлый нрав. Мало кто из девиц мог отказать Роши в... ни в чём, короче, не могли отказать, особенно если он устраивал и в самом деле серьёзный штурм. Но удивительно, что при этом тот умудрялся ни с кем не ссориться, ни с теми, кто всё-таки устоял перед его бедовыми голубыми очами, ни с бывшими из тех, кто устоять не сумел, ни даже со своими конкурентами. Пеплу всему этому оставалось лишь завидовать, правда, пока не слишком сильно. Ресы не только старели медленней, но и взрослели. И Дарья сильно подозревал, его время просто ещё не пришло из-за той половины старой крови, что досталось ему от матери. К тому же братец Лоис был на три года старше, и если сам он поступил в Шантели по нижнему пределу в пятнадцать, то Роши Нокс чудом успел проскочить по верхнему в восемнадцать. Чудом, потому что эта академия ему вообще не светила, не войди он в семью Ресов-Ретенауи на правах хоть и приёмного, но родственничка. По жене. Так что кузенами их называли не совсем уж напрасно. Ладно, встряхнулся пепел, переварив новости. Так даже лучше. Пусть думают, что у меня и сейчас ничего не вышло, и в ближайшее время теперь тоже не выйдет. А мы пока посмотрим, кто из наших заботливых наставников начнёт проявлять ко мне повышенное внимание. Даже так? Присвистнул Роши. Угу, в этом-то и загвоздка. С чего ты взял, что это именно наставники? А ты знаешь кого-то из курсантов, которым наш ректор настолько доверяет, что сразу поверит на слово? И увидев, что Роши отрицательно качнул головой, продолжил. Когда меня к нему доставили, он уже был уверен, что это я. Уверен, понимаешь? Не сомневался ни капли. И когда эти самые сомнения возникли, удивился настолько, что аж в окно смотреть пошёл, лишь бы этого не показать. Пепел, во что ты опять вляпался? Испытующе глянул братец. Сам не прочь узнать. Кстати, про то, с кем ты женское крыло разносил, я бы тоже послушал. Не поделишься? И Роши в итоге всё-таки решился. Мы там с Парсом были вдвоём, у медичек. Всё тихо, спокойно и благородно. Но, поторопил его Пепел, видя, что тот не спешит продолжать. Тем более, что это самое но чуть ли не в воздухе висело. Но уже под утро, когда мы и так уходить собрались, в дверь Нед начали стучать. Да так, что мы думали, вынесут. А поскольку Парс в это время был у её соседки, туда я и свалил, по карнизу. Четвёртого этажа? Зачем-то уточнил Пепел. Ну да, переездов у дам ещё не было, где жили, там и живут. А потом, надо полагать, проявил догадливость Эрдари, про карниз сообразил не только ты? Нет, с гордостью возразил красавчик. Я всё-таки чуть раньше сообразил, что там сейчас сообразят, и принял меры. Боюсь спросить, какие, зная тебя. Ничего особенного, я же говорил. Вопреки сказанному, братец нервно затеребил мочку уха. Мы просто решили немного замаскироваться. Под фикусы? Нет, в простыни. Да, оценил Пепел, едва представив себе картинку. И, тихонько приоткрыв дверь, выплыли в неё двумя призраками? Почти, в том смысле, что хотели, тихонько, но Парс наступил на край нашей маскировки. И ей пришёл конец, закончил за него Пепел. Ну да, когда Парс гремит по коридору, маскироваться трудно. Пепел содрогнулся. Однокурсник и приятель Роши отличался габаритами шкафа, за что и был награждён этим прозвищем. Если такое уронить, адовы демоны. Кто же оказался в числе благодарных зрителей? Осторожно поинтересовался Дарри, подозревая, что загвоздка именно в этом. И не ошибся. Ээээ, протянул Роши, но потом собрался и разом выдохнул. Реса Эрселин и госпожа Шрант. Пепло сложило пополам от хохота. Даже если подгадывать, лучше бы не вышло. Госпожа Шрант и два привидения в женском крыле общежития. Он опять представил себе это и взвыл совсем уж неприлично. Твоюж! Нет, не говори мне, что это не специально. Это не специально. Что ж, отдышался наконец Дарри, поздравляю, красавчик, ты войдёшь в легенды Шант-Элли нечаянно. Ну, не всё же тебе одному в них входить. Вяло грызнулся Роши, понимая, что на самом деле крыть нечем. Войдёт, как пить дать. Дело в том, что метреса женского общежития госпожа Шрант, дома весомых достоинств и крайне жёсткого нрава, до жути боялась всего потустороннего. По слухам, самого детства. И хозяйственную вдову зазвали в Академию в качестве экономки, лишь клятвенно пообещав, что ничего подобного в стенах Шантели нет, не было и не будет. Никогда. Место в этом плане самое, что ни на есть, надёжнейшее. Под защитой сотни практичных вояк она может чувствовать себя в полной безопасности. Она и чувствовала до сегодняшнего утра, то есть ровно до тех пор, пока двум кабелирующим кадетам не приспичило замаскироваться, чем попало. Ладно, дальше-то что было? Поторопилась продолжением пепел. Ну, сначала она поорала. Немного? Почему? Как раз много, а потом попыталась спастись в окно. Четвёртого этажа? Ну да, слава всем богам обошлось. Было заметно, что Рошет до сих пор при этих воспоминаниях с облегчением переводит дух. Дурного он даме всё-таки не желал. В общем, застряла она там в раме. Шутишь? Не поверил Дарри. Пепел, ну какие шутки, а? Вынесла витраж и застряла. Лучшая половина здесь, а громкая уже там. Ты её не слышал? Нет? Говорят, полакадемии вскочили в холодном поту за час до побудки. Эту сирену, наверное, в столице слышали. Да уж, непритворно восхитился пепел. Роши, а знаешь, я, пожалуй, не стану открещиваться от причастности и доказывать свою невиновность. Примажусь к вам хотя бы так, потому что это уже не легенды, это, Роши, уже аналы, и я хочу попасть в них вместе с тобой. Тем более, что за эту славу как раз и сижу здесь. Кстати, а вас-то почему не повязали? Потому что у Эрс, в смысле у Ресы Эрселин, случился внезапный приступ человеколюбия, и она, забыв про всё, кинулась спасать Митресу. Слушай, вдруг осенила Роши, а может, она её просто заткнуть хотела, протолкнуть таки наружу и вернуть в мир тишину? Тебе видней, усмехнулся Дарри, но это может, да? Может, согласились с ним, но так или иначе нас со шкафом только это и спасло. Пока они там вдвоём возились, я опнул парса и успел загнать его в камин, и даже дыру успел за собой прикрыть. Только не сильно оно помогло, да, всё равно лас потом нашли. А ты как думал? Серьёзно делся, что наша Эрс тоже верит в духов, громыхающих по коридорам? Да. Генералы, презрительно выдал пепел. Максимум предвидения на пять минут, а дальше подтянутся пушки и на всё станет похрен. От дипломата слышу, огрызнулся тот, понимая, что пепел, как ни крути, прав, но признавать это не собираясь. Язык есть, мозги и безнадобности. Кто бы говорил о мозгах? Всё, красавчик, накрылись твои свиданки. Накрылись, не стал спорить Роши, но как бы и мы тоже не накрылись. Думаешь, вас будут искать? хмыкнул пепел. А ты сомневаешься? Неа, не сомневаюсь, не будут. Не понял. Почему? Потому что я, кажется, знаю, кто меня подставил. И кто? Думать Роши сейчас не хотелось, он предпочёл готовенькое. Эрс, разумеется, пожал плечами пепел. Но, видя, что до собеседника не доходит, всё-таки пояснил. Красавчик, как часто декан медиков занимается ловлей гостей в постелях своих подопечных? Было такое хоть раз? Не было, вынужденно согласился Роши. Но всё когда-то случается впервые. Возможно. Но, подозреваю, у неё всё-таки были другие цели. Именно поэтому она и дала вам уйти, переключившись на Аметрес. Демоны. Вот именно. Или думаешь, ей было трудно отдать вам команду стоять на месте, а потом уже бросаться на помощь несчастным дамам? Или вы бы рискнули не подчиниться? Нет, Парс точно бы замер. И ты бы замер, припечатал пепел. Так что уйти она вам дала сознательно, башку готов прозакладывать, чтобы тут же явиться к нашему любителю кофе и доложиться, мол, одного из идиотов она всё-таки узнала. Кадета Равислаута. И у Фарниса при таком раскладе даже тени сомнения возникнуть не могло. Ну, может, и так. Не нашёл, что возразить Роши. Но зачем оно ей? А вот это и есть главный вопрос, как говорит твоя сестричка. Зачем? Придётся узнать. Пепел задумчиво покрутил в руках пузырёк с прозрачными жёлтыми кристаллами. «Подходящий повод устроить испытания. Не находишь?» Ответить Роши не успел. Наверху загремела подвальная дверь, и он мухой метнулся за стол дежурного. Через минуту Дарри, тоже шустро запрыгнувший на нары, услышал в дежурке раскатистый голос декана генералов господина Брашта. «Кадет Нокс, почему на дежурстве один?» «Распоряжение коменданта?» отчитался Роши и рискнул добавить от себя. «Уже почти месяц так». Слово «почти» «Кадет, в лексиконе военного существовать не должно. Знаете причину этих нововведений?» «Так точно знаю». «Докладывайте». «Во время прошлых полевых учений в расположении Академии осталось слишком мало курсантов. В связи с этим распорядились караулы сократить». «Бардак», поморщился декан и скомандовал. «Отменить. С сегодняшнего дня опять дежурить подвое и от разных факультетов. Передадите это коменданту сразу, как сменитесь». «Есть передать господину коменданту?» «Открывайте, кадет». Звякнули ключи, скрипнул, отодвигаясь за сов, и перед прищурившимся от света ламп пеплом предстал декан Брашт собственной персоной. Мелковатой, надо сказать, персоной, особенно в сочетании с резким и сочным басом, которому он отдавал команды так, что слышно было чуть ли не за оградой Шантели. Рядом обнаружилась высокая, на полглавы выше, девица, о присутствии здесь которой пепел до сих пор не подозревал. Из медиков, судя по форменному платью, при исполнении, судя по закрытому белому переднику, из ресов, судя по острым скулам и длинным молочно-белым волосам, собранным в косу. Впрочем, всё это пепел и так знал. Гостя была ему знакома. Ресса Фойлин Фаон, одна из восьми девушек-медичек, учившихся в академии. Невысокого, сухощавого и лысого, как коленка декана, соседство с ней ни капли не напрягало. Цену себе он явно знал. И знал, что если действительно захочет, заполучить себе он сможет практически любую. Было в нём нечто, привлекавшее дам до такой степени, что позавидовать мог даже красавчик. Эрдори, уже успевший вскачать с досок, вытянулся в струнку. Вольно кадет. Не сразу, но распорядился Брашт, и его голос раскатисто заметался по клетушке, причудливо отражаясь от стен. Пепел подавил острое желание то ли пригнуться, то ли вообще залечь. Раздевайтесь. Тут же пришлось подавлять следующее желание, вытаращить глаза. Простите, господин декан. Что-то тут не ясно, Равислаут. Громкости в голосе Брашт поубавил, зато там появился отчётливый привкус яда. Да, господин декан. Дарья уже пришёл в себя от секундного замешательства. С чего начинать? С кальсоны или с рубахи? Девушка на радость пеплу заметно порозовела, декан лишь хмыкнул. Кадет Фаон, вам нужны его кальсоны? Нет, господин декан, достаточно снять рубаху. Со смущением медичка справилась ещё быстрее, чем пациент с растерянностью. Вот с неё и начните, кадет. А там посмотрим. Пепел тоже усмехнулся, но не раньше, чем прикрыл лицо стаскиваемый через верх рубашкой. И тот же снова вытянулся в струнку, но уже полуголый. Сразу стало понятно, что его мальчишеская худоба обманчива. Прекрасно прорисованная мускулатура давала понять, что парень и силён, и тренирован. Впрочем, у тех, кто три года проучился в этой академии, по-другому быть просто не могло. Широкую спину между лопатками закрывали собранные в хвост пепельного оттенка волосы, небрежно переплетённые дюжиной косиц. Прическа истинного реза, несмотря на то, что он был полукровкой. Цвет волос, за который пепел и получил своё прозвище, сдавал его с потрохами. У старой крови он мог быть только белым, таким, как у Фаэлин. Девица с равнодушным видом обошла вокруг, присматриваясь к его коже, и в итоге, повернувшись к начальству, отрицательно качнула головы. Роша, глядя на это представление, едва рот от удивления не открыл, но комментировать не решился. Зато не удержался пепел. «Господин Брашт, могу я поинтересоваться, что...» Не выдержав, он махнул рукой на формулировке. «Что это сейчас было, а?» «Можете, а я могу даже ответить». И после эффектной паузы закончил. «Проверка на причастность к разгрому лаборатории». Пепел изобразил каменное лицо. «Я поклялся, этого недостаточно?» «В сложившихся условиях нет». Господин Декан выглядел непрошибаемо уверенным в себе, но что-то подсказывало пеплу, что это не совсем так. Он злился. Ему не нравились ни ситуация, ни его собственное в ней участие, поэтому Дарри не стал нагнетать. Отвел взгляд и, не меняя выражение лица, холодно поинтересовался. «Это все?» «Все». «Да, Брашт наверняка чувствовал себя не в своей тарелке, иначе не спустил бы курсанту подобного, но тут придираться не стал. «Не хотите спросить о результате?» «Зачем? Я и сам прекрасно знаю, что не причастен». «Вольно, кадет». Декан развернулся и вышел, не сказав больше ни слова. Девушка не отставала. Пепел сквозь незакрытую пока дверь видел, что Роша провожает ее очень странным взглядом, не отрываясь. Когда наверху хлопнула, Дарри выждал пару секунд и поинтересовался. «Что, этот цветочек ты еще не сорвал?» «Этот цветочек я еще даже не понюхал». Встряхнул оцепенение братишка. «Ого, и как же могло такое случиться? Шипы?» «Это даже не шипы, это...» растерялся тот в поисках подходящего сравнения. «Пики», подсказал Пепел. «Вот именно, мелкий, вот именно». И было что-то такое в его тоне, заставившее Пепла сильно призадуматься. «Ага». «В extremes,